ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Страховые компании будут штрафовать за махинации с коэффициентом бонус-малус при заключении договора ФОСАГО. Речь идет о скидках за безаварийную езду и, наоборот, об увеличении стоимости страховки, если клиент попадал в ДТП. Размер штрафа, сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, составит 10 тысяч рублей. Некоторые эксперты считают, что данное новшество не приведет к желаемому эффекту. По их мнению, нужен целый комплекс мер для того, чтобы заставить страховщиков работать добросовестно. ТРАССА 101 Общероссийский народный фронт выявил города, где люди на дорогах гибнут чаще всего. В основу антирейтинга легло количество смертей в ДТП на 100 тысяч населения. Самым высоким оно оказалось в Краснодаре. Также в тройку лидеров попали Липецк и Перми. Далее идут Махачкала, Кемерово, Иркутск, Омск, Воронеж, Красноярск и Волгоград. Киров в исследовании не участвовал. Теперь активисты намерены обратиться к властям упомянутых городов с просьбой сосредоточить внимание на повышении дорожной безопасности. Горьковский автозавод приступил к серийному производству цельнометаллического фургона «Газеля Некст». Машина попадает в сегмент фургонов с объемом кузова от 13 кубических метров, что является новинкой в отечественном автопроме. Грузовой фургон, будет еще и грузопассажирский, отличается удобным доступом к задней части. Двери фиксируются как под углом 90 градусов, так и под углом 270 градусов, что дает перевозчику свободу действий в ограниченном пространстве. Внутри фургон отделан ДВП, а пол – водостойкой и износостойкой фанерой. О стоимости машины пока не сообщается. Трасса 101 С января по конец сентября 2015 года россияне потратили на покупку новых автомобилей 1 триллион 300 миллиардов рублей, выяснило аналитическое агентство «Автостат». По сравнению с тем же периодом 2014-го сумма снизилась на 21%. Больше всего, почти 145 миллиардов, заработала компания «Тойота». На втором месте с показателем 136 миллиардов рублей оказался «Мерседес-Бенц». 105 миллиардов и третье место у южнокорейской «Кия». «Хёнде» и «Лада» заняли четвертое и пятое места соответственно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова